За 30 лет вашего правления село в нищете и в разрухе. Ну, это только может быть на воображении. Ты был тут 10 лет назад? 10 лет назад здесь лучше было. Я говорю, был тут? Да. Здесь было лучше? Нет. Это ни воды, ни газа, ничего не было. Так люди за свой счет это проводят. Ой, ты слушай себя. Выйдите. Такого нету слова. Будьте добры. Можно потише или лучше молча. Нет. Нет? А кто вы такие? А кто вы такие? Я подполковник Панкратов, Главное управление МЧС. Пишем, кого я слушаю. А я спрашиваю. Вы мне мешаете писать подполковник МЧС? Я вам не мешаю. Господин милиционер, вы можете обеспечить. Вот, дай я сотрудник милиции. Это не милиционер. Давай, да. А, вот. Обеспечьте, пожалуйста, тишину. Тишину нету. Только после 10 лет. Да. Продолжаем. Вань, смотри, нам надо, чтобы тут была тишина и с места происшествия, кроме работников и участвующих в осмотре, никого не было. Чтобы мы могли спокойно, мы не слышим друг друга. Позадите на улицу. Позадите на улицу. Позадите на улицу. Никто я не верю. Это газ и вода. Люди их провели. Я не скажу. Мои родители платили за воду и за газ. Ты не рассказывай, кто скважины сделал, кто башню поставил. Ты не вообще, понимаешь, если до уровня скурчака, если ты нормальный человек, я буду с тобой нормально разговаривать. А ты его словами разговариваешь. Лично за трубы и за газ и за воду. Я тебе объясню. Я тебе объясню, как делал их. Я тебе объясню. Вот, допустим, там, в этой стране. Там, где я принимаю. Мы делали скважину свою, башню за свой счет. Проводили центральный водовод до поворота за свод счет сельского совета. Остальные собирали от 300 до 500 гривен и делали там, где уже больше никто не брал. Ни 300, ни 500. И почему люди сами делали? Почему за свой счет делали? Потому что мы делали только центральный, чтобы уменьшить паи. У вас денег в бюджете не было, да? Пластик и трубу провести. Конечно, не было. На все село, чтобы сразу воду провести. 15 километров водоводов, центральных тут. Надо же хоть немножко соображать. Если я сейчас пойду 15 километров, посчитаю, сколько труба стоит на 15 километров. А при чем тут труба? Я уверен, что вы выделили денег из бюджета наверняка не на 15 километров, а на 15 тысяч километров. Надо будет еще посчитать, сколько вы же денег. Ты понимаешь, больное воображение. Я только могу так понять. Для этого надо будет проверить. Да проверяли 10 раз. Это уже проверялся этот сельский совет. Мы за 120 тысяч у нас дорогу сделали. Я посчитал, что можно было на 75 тысяч гривен купить 500 тонн с щечебня. А вы привезли 4 грузовика? Есть смета, которая прошла экспертизу из-за остального. Что ты хочешь? А зачем вы такое дорогое заключаете? Какое-то самое дешевое, что сегодня есть. 90 гривен квадратный, дешевле не бывает. Если бы вы дали людям 120 тысяч гривен, чтобы они сами у себя на дороге. Это из своего кармана. А из бюджетного кармана. Люди бы сами сделали все дороги в 10 раз лучше. В 10 раз лучше бы сделали. Вон дождь прошел на это южное, и этот щебень уже зашел в землю. 2 сантиметра дороги выложили. Вот здесь неделю назад положили щебень высыпали. Большая часть ушла в землю, в щебня. Вот где колея видно, что машины сразу же до земли продавили. Что высыпали щебень, что не высыпали. 120 тысяч гривен ушло в небытие. Здесь жил сосед с трактором. Сейчас его нету. Вот тут жил сосед с трактором. Вот тут нам все время он чистил. Сейчас его нету. Так у нас катастрофа уже 2 зимы. Мы сами гребем, чистимся как эти, как те собаки. Можно? Зимой толкаем машины. Толкаем машины. Болота по колено. Невозможно ходить. И все расчищаем до асфальта. Нам никто не расчищает зимой. Все сами. Свет сами. Вода сами. Газ сами. Попросили просто сделать этот спуск. Пожалуйста, сделайте и обратите внимание. Обратили.